Они забрали карту. Забрали карту, прикинь. Карту и шахматы забрали, вот суки. Они сказали, что мы богаты, и мы должны поделиться. Всем приветики, рад видеть вас на моем канале Телекоплей, я Наташа. Мы с вами снова играем в 60 секунд, где нам нужно выжить в бункере после падения атомной бомбы. Мы сейчас с вами собираем вещи, играем за Долорес и пытаемся выживать. В прошлой серии мы прожили с вами 32 дня, если я не ошибаюсь. Так что надо попытаться побить сегодняшний рекорд. Для этого нам нужно собирать всякие вещи. Ну, ади, господи, ну. Ну, ну. Тут сломалось. Так, бери комикс. Бери карту. Давай, женщина. Беги, женщина. А где бункер-то? Господи. Так, скидывай. Давай, давай, давай. Радио бери. Таблетки. Я не знаю, что это. Карты. Так, берем мужа. Противогаз. Нужна еда. А где дети-то? Детина? По-моему, жирная дочка. Сынок. Я тебя спасу. Сына поменьше. Ой, ребят, мы без воды с вами. Ой, мы без воды. Блин, а можно я заново попробую? Подожди, давай заново. Давай попробуем заново, потому что она почему-то у меня сломалась. Это женщина, и она не хотела брать. Так, дихлофос. Давайте, воду. Ну. Ну, бери воду. Так. Сынок. Мама берет тебя. Так, есть контакт. Хорошо. Взяла. Взяла. Вода. Хорошо. Так, берем за жирным мужем бежим. Жирный муж. Карту. Хорошо. Скинули. За дочкой. Доча. Аптечку. Аптечка не помещается у матери. Так, нам нужна какая-нибудь херота. Вода. Блин, она так медленно и неудобно бегает. Так, нужна еда. Нам нужны еды. Еды, еды, еды. Где еда? Где вся еда? Я не успею. Быстрее! Успела! Успела! Ладно, ладно, ладно. Чего ты взяла? Чего ты взяла? В этот раз получше. Но у нас опять нет радио. Но у нас дофига всего. У нас дофига всего с вами в этот раз. У нас и суп, и вода, и оружие, и противогаз, и карты, по-моему, или что-то еще. Короче, нормально так налутались. Смотри. Во, нормально, нормально. Живио. Все добрались до убежища, секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, что мы вместе и живы. Не забывайте, консервированный суп очень полезен для здоровья. Мы не припоминаем, чтобы кто-то приносил эти запасы в убежище, но мы не жалуемся. Во всяком случае, мы должны были о них позаботиться. Фонарик. Так, наши банки полны, полки полны супом. Мы можем, короче, жить. Все прекрасно. Так, сегодня никого не кормим. У всех все хорошо. Мы продолжим вспоминать различные мелочи, которые с нами происходили в той прошлой жизни, когда нам на голову не падали проклятые бомбы. Первый день прошел хорошо. Неплохо, неплохо. Мы справились. Молодцы. Батя начинает зарастать. Так, сладкие воспоминания сладкими воспоминаниями. Но мы должны быть готовы ко встрече с суровой реальностью. Если бы у Долорес произошло что-то новое, мы бы уже об этом написали. Это в порядке. Мэри Джей не создала никаких проблем. Тимми в наилучшем состоянии. Так, ну, пить и жрать никто не хочет, так что предлагаю никого не кормить. Конечно, мы поведем кого-нибудь в экспедицию. То ли мы сошли с ума, то ли наши убежья заполнены какими-то ползающими насекомыми, или еще хуже. Это пауки. И не милые, миниатюрные, а огромные, мохнатые, очень страшные. Нам нужно что-то с этим делать. А нечем. Мы ничего не можем с этим сделать. Нам, чтобы нас пауки сейчас не сожрали. Ладно, вроде бы все живы. Мы решили, что справимся с пауками голыми руками, ногами и другими частями тела, если только их удастся использовать в этой борьбе. К сожалению, переоценили мы свои силы. Пауки быстры. Все наши попытки закончились только усталостью. Может, в следующий раз нам повезет больше? Так, ну что там? Жажда. Вы хотите пить, вы хотите пить, вы хотите пить и вы хотите пить. Так, батю отправим в экспедицию, как самого сильного и как добытчика семьи. Все-таки он у нас батя. Я осталась с детьми. Этот отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. Ну, остальные вроде бы себя чувствуют в здравии. Сейчас не лучшее время и место, чтобы строить план на будущее, но мы не можем не думать о том, что бы мы могли сделать в этой ужасной ситуации. Наш дом все еще стоит? Или мы должны переехать в какую-нибудь заброшенную дыру, как Торонто? Ну, не знаю, не знаю. Так, следующий день. Пятый. Планировать заранее тоже хорошо, но сейчас мы должны думать о распределении воды. Хорошо, давайте. Так, а никто пить и не хочет, и жрать не хочет, поэтому... Сегодня Мэри Джейн была подозрительно молчалива. Это не похоже. Попробуем с ним поговорить? Да. Давайте. Спросим. Что она там хочет? Что с ней? Что с тобой, девочка моя? Ой, что-то она какая-то потрепана. У нее голова красная. Нет лучшего способа решить проблему, чем поговорить о ней по душам за чашкой чая. И хотя чая у нас нет, разговор по душам дает результаты. На свете есть только одна вещь, которой нужна Долорес. Вода. Так, давай. Вода. Еда. Вода. Так, подожди. Вода, еда. И мелкий хочет только пить. Один из шкафов в нашем убежище слегка ошатался, и мы передвинули его в другое место. Оказывается, за ним была та потайная дверь. Интересно, куда она ведет? Давайте посмотрим. Ну, давайте с фонариком пойдем смотреть, что там. А вдруг что-нибудь найдем? Вдруг там склад пищи. Мы обыскали каждый миллиметр в потайной комнате, но ничего не нашли. Даром потерянное время. Эх, жаль. Жаль, конечно, этого добряка, так мелкий хочет суп. Время под землей летит незаметно. Мы вспомнили, что сегодня день рождения нашего Тимми. Он растет очень быстро. Мы должны подарить ему что-то, что хочет получить каждый мальчик на свои... Сколько ему там исполняется? Ну, у нас только шахматы. Сынок, только шахматы. А, батя вернулся. Так, батя заболел. Во время нашей безумной эвакуации мы еле успели взять шашки. Теперь казалось, что там не хватает половины. Но, судя по всему, Тимми это совсем не мешает. Тед вернулся в свое путешествие на поверхность стелса сохранности. Мы отправились в экспедицию к ближайшей зоопарке, где на часейка проводили выходные. К счастью, вылазка прошла успешно. Мы не только набрались запасов, но и знали много нового. Надо повстречать... Так. Нам повстречались китодактили, шимполени, панибрасцы, стайка таракошек и другие, интересно, представители постъядерной фауны. Дружелюбный на вид к роботам лениво наблюдал за происходящим секцией морских обитателей. В его логове мы наткнулись на тело работника зоопарка, в руку которого были разбросаны личные вещи несчастного. В африканской секции нас встретился забавный атомный Акапи. Правда, мы так и не поняли, что ли он впрямь был мутантом, то ли всегда так выглядел. Распугав толпу его сорощей, мы обыскали вольер и даже что-то нашли. Ну, неплохо, но это все еще не еда. Так, давай ты поешь. У всех остальных все хорошо. Мэри Джейн всегда была веселой, но в последнее время настроение у нее не очень. Видимо, ей не хватает уроков музыки, она постоянно певает свои любимые классические произведения, как будто играет на тубе. Она говорит, что могла бы все отдать за возможность играть их еще раз, даже собственную жизнь, что очень вероятно, если мы выпустим ее из убежища. Но если она будет снова улыбаться, может нам стоит разрешить прогуляться вокруг дома? Ну, давай. Ну, давай рискнем, может быть, это ее взбодрит. Блин, мы сейчас, наверное, все заболеем, да? Мэри Джейн очень обрадовалась решению, что мы ее отпустили на поиски тубы. Она сказала, что даже если ее не найдет, то все равно обрадоваться любой находке, например, нотам. Но мы тихо надеемся, что туба не пережила взрыв. Уж лучше слышать помехи по радио или даже умиротворяющий звук тишины. Так, ну хорошо, давайте. Голод. Жажда. Жажда. Все, я дала. Тимми сидит и смотрит в потолок. С ним все в порядке? Может, немножко поговорим с ним? Давай. О чем он там задумался? Тимми, ёпта. Что за звук? Так, дочь вернулась. Даже несколько хороших слов достаточно, чтобы понять, кому-то настроение. Тимми чувствует себя намного лучше. Мэри Джейн вернулась. Так, Мэри Джейн ничего не принесла. Ёпта, мать. Ну, Мэри Джейн, ты опять хочешь есть? Боже, мы сейчас на тебя всю еду. Так. Пустошь не ровнет, Тимми справится. Долорес уверена, что выживет. Давайте возьмем Долорес. Мы можем покляться, что в этой огромной луже здесь раньше не было. Еще одна. Нужно спасать запасы, пока они нас... Давайте карту опять используем. В прошлый раз мы использовали карту, и это хорошо кончилось. Поэтому используем карту еще раз. Нам повезло. Наши убежища очень быстро наполз водой, и мы уже не сомневаемся, что утонем. Еле-еле держивая голову над водой, мы даже не могли открыть люк и убежать. Но прежде чем мы начали готовиться к смерти, уровень воды снизится. Мы в полном порядке, не считая беспорядка в нашем убежище. Ну, минус карты, ничего страшного. Так, батя болеет. Мать, поесть. Попить. Попить. Так, ты идешь наружу. Что взять? Давайте она возьмет с собой ружье. Это повысит ее шансы на выживаемость. Я думаю, будет нормусь. Батя, просто года. Долорес на пути к поверхности. Будем надеяться, что она вернется в целости с охранностью. Ну, конечно, у нее есть ружье. Время раздавать запасы. Так, жажда. Он хочет пить, ничего не хочет. Этот хочет жрать. Пока у нас есть запас, все хорошо. Ладно. Радио у нас нету. Мы все еще сидим в бункере. Опа, это что, телефон звонит? У нас есть телефон? Чего? Голод. Так, мы думали, что телефоны канули в лето, после того, как один взрыв разрушил нас город. Но телефонная будка через дорогу чудом уцелела. Ну, давайте батя сходит. Батя сходит. Батя вроде бы выздоровел. Батя уже даже не болеет. Батя даже остался жив. Так, ну это у нас уже было. Батя хочет кушать. Эд хочет пить. Эд хочет пить. Так, все, капец, у нас все кончается. Сегодня мы немного испугались, когда ни с того ни с сего наша карта свалилась из тыны. Может, в нашем убежище завелся барабашка? На месте, где прежде была карта, мы видели, что это вроде сейфа. Мы не припоминаем, откуда он мог бы там взяться, но попытаемся ее взломать. Давай попробуем. Да, почему нет? А вдруг там еда? Вдруг там еда в этом сейфе? Я думаю, что надо, надо. Так, там была губная гармошка. О-о-о. Доча, у тебя губная гармошка есть. Мы не знаем, как, почему карта решила сорваться со стены, но мы рады, что это случилось. В запыленном сейфе мы нашли немного запасов. Супер. Жажда. Ну, все. Во имя свободы, откройте. Услышали мы крик снаружи. Мы не были уверены, что это за представитель свободы. Нам показалось, что их несколько, они вооружены. Все, кто представляется таким образом, наверняка собираются кого-то убить во имя свободы. Открыть. Ну, давай откроем. Кто не рискует, тот не пьет. Ну, мы выжили. Открыв дверь, мы увидели группу вооруженных подростков. Видимо, еще школьников. Вопреки нашим ожиданиям, они были настроены дружелюбно и спросили, не видели ли мы красных. Мы не могли им ничем помочь. Когда они узнали, что у нас нет оружия, а то оставили нам ружье. Как мило с их стороны. Мы спросили, кто они, и нам хором ответили, Росомахи. Мэри Джейн чувствует себя в безопасности. Ну, да. Так, время раздавать запасы. У нас появилась еда. Ребят. Или... Чего мы никак не ждали, так видеть на своем пороге одетых зеленых людей, которые тверяют, что не берут у богатых, а дают бедным. Но именно такую картину мы и созерцаем. Впустить этих клоунов, по крайней мере, будет над чем поржать. Ну, давай! У нас сегодня день открытых дверей. Пусть заходят. Может, еды и воды дадут. Или отберут у нас что-нибудь. Они забрали карту. Забрали карту, прикинь. Карту и шахматы забрали. Вот, суки. Они сказали, что мы богатые, мы должны поделиться. Вот, суки. Так, пить нечего. К нам пришла женщина с животными. Дорогая, у нас ничего нет. Мы ничего тебе не можем дать, Заюш. Восемнадцатый день. Когда жена там вернется? Так, это хочет есть. У этих обезвоживание начинается. Наш так называемый ужин был прерван очень оригинальным предложением. Хриплый город спросил, не хотим ли мы купить камень. Мы успокоились, когда осознают, что это голос старика Джима, который жил в нашем городе. Кажется, у него не было дома. Но пусть заходит. Пусть заходит, дед. Берем деда. Сегодня всех пускаем. Девятнадцатый день. О, мать вернулась. Так, мать нашла патроны, но она не принесла воды. Это плохо. Так, старик Джим был очень вежлив и приветлив. Поэтому, конечно же, мы ему открыли и сказали, что хотим камень. В ответ он подмигнул, сказал, что первым мы получим в подарок, что нам очень понравилось. Хороший камень, замечательная вещь, но все же мы вряд ли бы отдали даже малую часть своих запасов. Да. Мы заметили какое-то транспортное средство неподалеку, но в темноте было ничего толком не видно. Может, в следующей экспедиции мы его обосмотрим? Может быть. Так, Долорес. Хочет кушать. Давайте мы его покормим, как добычицу. Ну и батю покормим. Так, Тимми справится, Мэри Джейн чувствует себя... Так, давайте батю отправим. Батя пойдет. Батя пойдет следующий. Жена болеет. Так, кто-то... Кто-то, по-моему, еще заболел. Нет? Не на... Так, а куда делись дети? Меньше знаешь, крепче спишь. Еще денек без малейшего понятия о том, что происходит на поверхности, нам не помешает. Когда Мэри Джейн узнала, что не получишь ни капли воды, то пришла в ярость и убежала на поверхность. И Тимми убежал. Бляха! Дети! Вот это да! Мы остались просто с папой, да? Ну ладно, давайте возьмем с собой ружье, пойдем. Вот так вот, прикинь. Дети свалили. Я осталась одна. Ладно. Долорес. Хорошо. Идем дальше. Дети меня кинули, прикинь. Неблагодарные скотины. Я их кормила. Я их поила. Кушать хочешь? Все, надоело еду. Кажется, камень, подаренный стариком, действительно приносит удачу. Джим пришел к нам сегодня опять, но на этот раз вместо камней принес бутылку воды. У нас есть вода! Но, правда, она может сейчас умереть, бедная у меня, от обезвоживания. А где вода? Мы не можем сидеть, сложа руки, и смотреть, как Долорес болеет. А где бутылка воды? Он обещал мне воду. Сегодня к нам постучался молодой человек и попросил помощи. Он сказал, что уже некоторое время наблюдает за нами, считает нас порядочными людьми. Давай им поможем. Я, конечно, такая... Помощница из меня херово. Молодой человек пришел с группой уцелевших. Они все были вооружены, но встретились на подружеске. Мы нашли девушку, бросили оружие и вместе отбились от бандитов, храняющих их из лагеря. Близнецы были рады видеть друг друга, но в то же время взамешались. Оказалось, лидер бандитов их отец. Как тесен и безумен мир, в котором нам пришлось жить. Как бы то ни было, они были нам очень благодарны и обещали в скором времени выйти с нами на связь. Но мне кажется, Долорес умрет. Если бы кто-то нам сказал, что... Так, давай посмотрим. Может быть, мне это как-то поможет, если я посмотрю на фотографии. Батя вернулся. Хоть бы воды принес. Пожалуйста. Ты ж мой хороший. Ты принес воды. Ты принес воды. И какой-то сундук. О, хорошо. Так, Долорес. Она хочет кушать. Голод. Истощение. Давайте все, накормим ее. Так, в экспедицию. Не, нам нужно подождать. Чего-то не хватает. Давайте подумаем. Шум вентилятора есть. Странные звуки в трубах есть. Адские крики есть. О, Долорес длительно ровними не сдал ни звука. Это действительно странно. Наверное, надо с ней поговорить. Давайте поговорим. Но она депрессирует. У нее дети ушли. Ну, я думаю, мы ее откачаем. Искренний разговор помог Долорес решить проблемы. Развеять сомнения. Ей уже намного лучше. Так, истощение, голод, жажда. Давай ее еще раз накормим. Так. Тет не готов. Мы никогда не были большими поклонниками грибов, но их количество на стене заставило нас поменять мнение. Мы все мечтаем только о грибах. Должны ли мы их съесть? Давай съедим. А что? Ну, поглючит нас в плохом случае. Что? Ну, ничего, нормально все будет. Видишь? Чемодан. Что там? Не открывается? Было очень вкусно. Только нас немного беспокоит то, что они светятся в темноте. А теперь мы тоже. Ну, ничего страшного. Так. Истощение, болеет, усталость. Долорес говорит, что сейчас все хорошо, но мы в этом не уверены. Не-не-не-не-не. Сегодня к нам забрел незнакомец с тачкой, заполненной разными товарами. Он утверждает, что он торгуется и предлагает нам бартер. Так. Я вам две воды. Вы мне... Давай ему дадим вот эту штучку. Получим две воды. Нам нужна вода. После того, как мы завершили обмен, человек собрал вещи в тачку и удалился. Перед отъездом он пробормотал что-то о бандитской деятельности в этом опасном районе. Так, попить. Видишь, как хорошо. Не-не-не, мы никого в экспедицию не поведем. В экспедицию никто не пойдет. Надо вас поднимать на ноги. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио, чтобы не пропустить. Да, у нас нечего слушать. Вы че? Тед, жажда, усталость, истощение. Так, жажда. Болеет. Так, а истощение, это же не еда. Пока мы играли в игру «Назови, что больше всего ненавидишь», не раз всплыло имя нашего соседа. Мы вспомнили, что у этого болвана в гостиной стоял сейф. Давайте муж пойдет. Долорес все-таки болеет. Так что пусть идет у мужа, он поздоровее будет. Тридцатый день. О, бляха, два в соплях теперь у меня. Открыв сейф, вы услышали громкий хлопок. Комната тут же заполнилась густым дымом и запахом протухших яиц. Этот псих оставил ловушку внутри сейфа. Но у нас теперь есть вот это вот говно. Класс. Спасибо. Так, Долорес достаточно здорова. Ну давайте ее отправим. Нам на огонек заглянул торговец. Ну давайте дадим ему суп. Последний суп, который у нас был. И он нам дал кота. Опять. Здравствуй, киска. Скушала ли ты виска с киска? Ну что? Болеет. Болеет, хочет пить. Ну, мы ее отправляем. Даем ей в руки с собой ружье. Пусть идет. Может быть там найдет аптечку где-нибудь. Тридцат второй день. Мы его с вами в прошлый раз не пережили. Но в этот раз, я думаю, мы его переживем. Так, все, она ушла. Трет остался один. Он хочет у нас попить. Сегодня нас навестили. К нам пришла подождительно веселая ржеволосая женщина, которая сопутствовала похожий на наемника хмурый мужчина. Она сказала, что торгует разными предметами. И показалось, что у нее есть. Они предлагают топор за пули. Они предлагают... Блин, ну давай, дам тебе пули. И у меня будет топор. Дрова себе хоть нарублю. Ну, а вдруг? Так, Тед голоден. Кушай, пожалуйста. А, нам нечего есть, брат. Кушать нечего. Карты нету. Ничего нету. Только кот. Тридцать четвертый день, ребят. Тридцать четыре дня. А молодца. В отчаянных попытках погладить этого дьяволенка мы обнаружили прикрепленный ошейнику к кулачок. А, ну пошли, пошли сходим. Пошли сходим с котом. Немножечко почихивая, но все равно сходим. Блин, ему прям очень плохо. Так, ну это мы с вами видели. Тед слаб. Жажда, голодание. Жажду только могу пополнить. Слушай, ну мы идем с вами к сороковому дню. Уже потихоньку приближаемся. Когда вернется жена, надеюсь, она принесет еду. Голодание? А, ну да. Я дам вам две банки за противогаз. Берем. Берем, чтобы нам была еда. Пришлось? Бляха, он сдох. Ты серьезно? Ну, вот это да. Короче, осталась одна Долорос. Нифига, она так много всего принесла. Так, ну хорошо, давайте мы ее накормим, напоим. Ну все. Чего? Во время последней экспедиции мы рассмотрели то транспортное средство, что стоит неподалеку. Это казалось фургон мороженчика. Ржавая, слегка обгореш. У него нет колеса, еще несколько важных деталей. Чтобы уехать отсюда, придется его починик крепить, чтобы захватить с собой в эту вылазку. Давайте топор. Короче, Долорос осталась одна. Дети бросили, муж умер. Мы нарубили веток, сделали из них колья и привязали их к нашему транспорту. Дешевые, сердитые, мусор по дороге можно собирать. Славно повеселились. Правда, увлеклись и случайно сделали кол. Заодно и из топорища. Ну ладно, ничего страшного. Так, голод. Давай, кушай. На улицу пока не идем. Блин, ну тупо, что я одна, конечно, осталась. Но скоро сороковый день. У меня есть котик. Не, Долорос пока здесь. Любопытство едва не сгубило кота. Не, мы не будем отбирать у котика провод. Не будем. Нам нужен друг. Пушистый друг. Аллилуйя, пушистый друг. Нам не больно, то хочется злить кота, отнимая его игрушку. Пускай делать с этим проводом, что хочет. Так, жажда, голод. Слушай, ну я так одна долго. Долорес плохо выглядит, значит не пойдет никуда. Интересно, где сейчас наш дядя Брайан? Скорее всего, он был далеко от мест бомбардировок. Но кто знает, хорошо бы узнать. Он всегда был таким оптимистом. Мы пытаемся следовать его пример. Может он спрятал в книгах что-то? Давай посмотрим. Может заначку найдем. 41 день. О, нашли фотку. Семейная фотография. Вот это да, фотография нашлась между страницами. Руководство бойскаута. Какое приятное совпадение. Качество не самое лучшее, но сюрприз от этого не менее приятный. Так, Долорес, ты как? Хорошо все. Ну пока лечимся. Шариков полюбил играть с шашками. Когда убийство становится тихо и скучно, кот принимается скидывать их со стола. Прожигая взглядом любого, кому не посчастливится оказаться рядом. Звук постоянно падающих шашек на пол начинает действовать на манер. Не пора ли убрать игру куда подальше? Или позволить играть коту с шашками? Пусть играет. А я не понимаю. А как? Ну, да пусть кот делает, что хочет. Я не знаю, как. Что? Нажать? То ли я убрала шахматы, то ли их оставила. Убрала. Мы попытались отнять у кота игру, но это его лишь разозлило. А я хотела оставить. Но там был вопрос как-то тупо поставлен. 42 день. Радио все еще нет. Там кто-то стучится к нам в убежище. Так, Фить хочет попить. Близнецы. Да нет у нас карты, чуваки. Ну, нету. Карта кончилась. Если бы была, мы бы вам ее дали. Но карты нет. Понимаете? Не смогли мы вас выручить. Так, сумасшедший ученый. Оказывается, Шариков не просто невоспитанный кот, но и самый его ценный помощник. Когда пушистый ассистент Дока исчез, стала вся работа над проектом. Раз мы забрали кота, ученый попросил нас помочь с исследованием. Кот проигнорировал этот разговор и не явно хочет остаться у нас. Док явно трон с умом, но знания его могут пригодиться. Ну, пусть. Он может пожить, в принципе, со мной. У нас снова появились карты. Усталость, голод. Ну, кушай. Не, она потихонечку сходит с ума. Но держится, держится. Так, попить водичку. Сегодня утром к нам в дверь постучался юный музыкант. Еле волоча на себя две гитары и рюкзак какой-то хитроумный приспособленный. Давай ему дам воды. Пусть попьет воды. У меня воды много. Может, он мне что-то за нее даст. О, он мне дал радио. Хорош. Хорош. У нас есть радио. Кот исчез, а затем вернулся с запиской от ученого. Мне было написано, что за ним сидит пара подозрительных мужчин, от которых ему пока придется скрываться. Также в записке говорится о каком-то хитроумном средстве передвижения. Информации было совсем немного, но мы поняли, что это не наш шанс на спасение. Ниндог попросил нас собрать несколько банок с супом, за которыми он пообещал забежать. Ага, а я что буду есть? Ты такой интересный. А я? Что буду кушать? Долорес, здорово. Ну, давайте ее выпустим. В парке неподалеку есть небольшой плесистый прудик. Сейчас нам очень пригодилась удочка. Может, заглянуть в грязную воду? Давай посмотрим. Вдруг там и есть удочка. Так, 49-й день. Ё-моё. Хорошо держимся. Аптечка появилась, ёптать. Отлично. Давайте ее выздоровеем. Так, жажда, голод. Моя хорошая, бери с собой ружье. Не, ну ты прикинь. Мы ее вылечили. Ля, сколько ее не было. Нифига себе. 55 дней. Ты опять заболела? Да как так-то? Нифига она принесла. Так, она сломала ружье. И снова заболела. Голод. Да уж. Так, давайте слушать радио. Раз оно у нас теперь есть. 56 дней, ребят. Рекорд. Мы так и знали. Наше правительство не сдалось. Они спас судно. По радио не назвали точных сроков, но мы точно знаем, что ждать придется недолго. Они сообщили, что связаны с нами через несколько дней и приказали ждать указаний. Окей. Так, кушаем еду. На улицу не идем. Банда проходимцев ломится в нашу дверь. Требую сдаться и отдать себе наш запас. Как мы должны ответить этим негодяям? Дам им губную гармошку. Защитись, не используй оружие, пацифист. Нормально, достижение дали. Они опустили оружие, заплакали. Изумление изумленной красотой нашей музыки. Нас помиловали, но это только сегодня. Ну и ладно. Так, жажда. Теперь я хочу пить. Супа у меня нет. Извините, ученый. Супа нет, но вы держитесь. Без супа. Так, этот парень какой-то странный даже по нашим меркам. Лучше придержим пока припасы у себя, если что мы всегда сможем изменить решение. Ну да. Пока не идем никуда. Опять к нам кто-то пришел, опять хотят карту. Но нет у нас карты. Нет у нас карты. Только труп мужа. Голод, ты что ж такое? Мы всегда обходили стороной казино, игральные автоматы и тому подобное. Поэтому, когда к нам пришел человек и пристался бывшим азартным игроком, мы отнеслись к нему с недоверием. Он предложил нам сыграть в карты на две бутылки воды. Ну давай сыграем. Ну, в любом случае проиграю я карты, да? Ну или все, что у меня есть. О, ахера. Ха-ха. Госпожа удача нам улыбнулась. Мы победили в коварной игре. Незнакомец расстроился, но слово сдержал. Хе-хе-хе. Теперь у меня столько воды. Так, ты опять пришел со своим супом? У меня нет супа. Нет у меня супа, брат. Так, радио там что-то пищит. Давайте еще раз попоем. Ну а вдруг? Ой, по-моему, нас пристрелили. Что будет завтра, мы не знаем. Решив сыграть красивую мелодию, которая смягчила бы их сердца, мы издали душераздаряющий скрип. Налетчики будут уже в себе жаль, заткнув уши. Однако, они еще могут вернуться. Ну, короче, ко мне завтра вернуться, походу. Так, ничего у меня нет. Все очень плохо. Мы ждем прием. Так, жажда, голод. Покормили, напоили. Радио слушаем. Может быть, нас спасут. 64 дня. Ничего себе. Вот, блин, внутри радио что-то замкнуло, и оно загорелось. Нам удалось потушить пламя, но радио больше не работает. Здорово. Вот это да. У нас сломалось радио. Недолго мы с радио с вами прожили. Е-мое, они опять к нам пришли. У нас ничего нет. Все, мы сейчас умрем. Это конец. Ну, мы знали, что так будет. Серьезно? Да ладно, мужики, не надо, мужики. Так, ну, они нас, все, они нас убили. Мы прожили с вами 66 дней, ребят. В целом, неплохо. Хорошо держались. Я надеюсь, что вам понравилось. Пишите, как вам мое выживание. Хотите, чтобы я поиграла еще или нет. Не забывайте подписываться на каналчик, а мы с вами скоро увидимся. Так что, всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok